МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По основным отраслям экономики, таких как промышленность, сельское хозяйство, мы превышаем плановые показатели. Прогноз по промышленности был 102%. По 10 месяцам у нас 104,8%. Уже видно, что сильного снижения не будет. И, соответственно, и ноябрь, и декабрь, скорее всего, добавят еще какие-то процентные пункты в индекс промышленности. Также хорошее ожидание по сельскому хозяйству. По 10 месяцам это было 102%. Министерство отраслевое прогнозирует на уровне 103%. Есть хорошие показатели и по росту реальной зарплаты. Это порядка 102-103%. Номинальная начисленная зарплата в районе 108%. Соответственно, здесь мы видим положительную динамику. Но есть и отстающие сегодня. Это, в первую очередь, строительство. Именно не ввод жилья, который тоже находится в положительной зоне. Мы ожидаем, что будут выполнены плановые показатели. Введено 672 тысячи жилья. А именно строительный подряд. То есть сегодня тут имеется приличное снижение. В целом мы ожидаем, что основные показатели социально-экономического развития будут выполнены в полном объеме. Как я понимаю, в рамках национальных проектов все-таки в индикаторы намечены и укладываемся. Национальные проекты более шире оценивают работу и правительство. Плюс 15 показателей оценки есть. Они не всегда связаны с экономическим показателем. Здесь учитывается и социальное развитие, и демографические показатели. И оценка восприятия населения республики, деятельности правительства, главы республики. Как обстоят дела с программой ускоренного социально-экономического развития Чувашия? Она разработана. Сегодня проходит согласование в отраслевых министерствах. Есть ряд замечаний, касающихся конкретных направлений, объектов, объемов финансирования. И мы должны в ближайшее время все эти замечания снять и внести в правительство Российской Федерации. Для многих жителей Чувашии звучит тревожно словосочетание банкротства агрегатного завода. Между тем, руководство концерна утверждает, что это в принципе не страшно. У предприятия достаточно заказов, все под контролем. Как правительство республики сейчас осадивают ситуацию? Это эхо предыдущих лет, когда предприятия концерна-тракторные заводы попали в сложное финансо-экономическое положение. Они задолжали огромные средства Внешэкономбанку. В течение 2017-2018 года решался вопрос по поиску потенциального инвестора, кто будет выводить площадку из кризиса и рассчитываться за те долги, которые имел концерна-тракторный завод. Было два направления. Это оздоровление через процедуру банкротства предприятия и создание новой площадки. Или погашение и урегулирование всех задолженностей, которые имеются у предприятий. Сегодня собственники по ряду площадок выбрали именно процедуру банкротства. И созданы уже новые предприятия. ООО промышленная площадка ЧААС, на которой, кстати, переведено порядка 1950 человек работников Чебоксарского агрегатного завода. Около 900 человек перешли на площадку Промлит. Это связано с тем, что новые собственники консолидируют профильные активы, то есть литейные на Промлите, машиностроительные активы на агрегатном заводе или на тракторном. То есть работа по трудоустройству всех работников проходит довольно успешно. На сегодня на банкротничном предприятии числятся порядка 100 человек. И это, в первую очередь, связано с персоналом, который должен обслуживать вот эту процедуру банкротства непосредственно. Ну, все-таки один из показателей развития экономики Республики – объем инвестиций. Какие меры предпринимались в этом году для привлечения инвесторов и какие они принесли результаты? Мы ждем уровень инвестиций в районе 55 миллиардов рублей. Да, это где-то будет на уровне прошлого года. Рост пока не ожидается. Мы видим, что вот по 10 месяцев у нас снижение по привлечению инвестиций. Но работа проводится системно со стороны правительства, отраслевых министерств. Реализуется ряд проектов в сельском хозяйстве. Вы это знаете. Запущено в первую очередь тепличного комплекса на Чебоксарске. Введена площадка технопарка в городе Канаши. Сегодня там ведут инвестирование 4 компании. Начиная от производства холодильного оборудования, литейных мощностей. Ну и по сборке электротехнической продукции. Запущены ряд производств в технопарке в городе Чебоксарске. Буквально недавно это компания Турбаком. Ранее это НПО Каскад. То есть еще ряд предприятий. Прошла модернизация ООО Хевил. Тоже довольно приличная инвестиция в районе 5 миллиардов рублей. Я надеюсь, что все эти компании как раз несут свой вклад в привлечение инвестиций в регионы. Создание рабочих мест. Ну и в целом улучшить инвестиционный климат региона. С учетом того, что этот показатель оценивается правительством Российской Федерации. Как-то вот, по-моему, из общей темы инвестиций выбивается ситуация с китайскими инвесторами. Что, по-вашему, мешает такой авторитетной, респектабельной компании, как Сычуанской корпорации, реализовать свои планы в республике? Ну, в первую очередь, наверное, отношения жителей республики. Это, наверное, характерно не только для Чуваши, но и в целом для ряда регионов, когда есть настороженность к определенным инвесторам по национальному признаку. И я считаю, что это, конечно, большое заблуждение. Компания, как Вы совершенно верно подметили, очень серьезные миллиарды инвестиций непосредственно в Китайскую Народную Республику. Разноплановый бизнес от строительства железных дорог, проектирования строительства офисных центров. Ну, и вот в нашем случае это вложение в сельское хозяйство. Объем инвестиций заявлен серьезный, свыше 10 миллиардов рублей. Сегодня ведется большая работа по формированию земельного пула. Это в таких районах, как Порецкий, Шумерлинский. Рассматривается также Красночитайский и Аликовский район. Компания уже 2018-2019 год работала по введению в силу оборот земель в Порецком районе. Сейчас приступает по Шумерлинскому району. Есть планы на посевную, соответственно, 2020 года. Ну, и также заявлено создание мощностей по производству, переработке молока. Мы сегодня с компанией сотрудничаем, ведем разъяснения. Стараемся максимально встречаться с населением, объяснять, что это рабочие места, это серьезные инвестиции. И если сегодня посмотреть, там, где работает компания, она вводит в силу оборот земли, которые десятки лет не обрабатывались. То есть здесь я вижу только положительный эффект. Надо просто встречаться с людьми и объяснять, что это положительный имидж региона. Это серьезная страна, которая инвестирует, Китайская Народная Республика, инвестирует во многие уроки мира, и где есть положительный эффект. Я надеюсь, что будет он и у нас. Малый и средний бизнес – тоже крайне важная отрасль для республики. Как сейчас развивается эта сфера в регионе? Какие планы выношает правительство по поддержке малого бизнеса? У нас сегодня 45 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Это где-то 30% занятых в экономике. Свыше 33,7% валового регионального продукта производится компанией малого и среднего бизнеса. Сегодня почти 45% уплаченных налогов в бюджет республики – это приносит малого и среднего бизнеса. То есть это говорит само за себя, что развитие малого и среднего бизнеса, создание хорошего инвестиционного климата, продвижение продукции наших предприятий на внешние рынки – это те задачи, которые стоят по развитию малого и среднего предпринимательства перед правительством. Сегодня мы расширяем и форму поддержки. В первую очередь работает экспортная поддержка и в индикаторах по национальному проекту. Это стоит перед региональными правительствами, что мы должны увеличить экспорт и в первую очередь малых и средних предпринимателей на внешние рынки. Также развивается финансовая поддержка. Сегодня мы докапитализировали у нас агентство по аккредитованию малого и среднего бизнеса. Очень востребованы гарантии, гарантийного фонда Чувашской республики. Весь спектр этих форм поддержки сегодня реализуется в республике. Буквально недавно, вы знаете, я уже упоминал об этом, запущен технопарк в Канаше, создан от УСР. И, соответственно, малый и средний бизнес сегодня приходит в город Канаш, получая и налоговые льготы. То есть, вот этот спектр помощи оказывается правительством для малого и среднего бизнеса. Как мы понимаем, хорошим подспорьем для этой сферы станет Центр мой бизнес. Буквально мы в декабре планируем открыть Центр мой бизнес. Это будет оказывать услуги, соответственно, для малых и средних предпринимателей как единого окна. То есть, придя в этот Центр мой бизнес, малый предприниматель должен получить от консультаций до финансовой поддержки. То есть, полная линейка помощи, которая сегодня оказывается для малого и среднего бизнеса. Адрес 12-Б, проспект Ленин, город Чебоксары. Я надеюсь, что те планы, которые мы ставили перед отраслевым министерством, будут осуществлены. И в декабре он уже заработает. Сверстан бюджет республики на три года. В чем, по-вашему, его преимущество, в отличие от предыдущего документа? Бюджет устойчив, профицитный. Соответственно, республика твердо стоит на ногах. Но особенности в бюджете сегодня распределены все субсидии. То есть, сегодня любой ГРБСник, распределитель бюджетных средств, видит те средства, которые за ним закреплены. Может сегодня торговать, заключать соглашение. Ну, за исключением грантов, которые распределяются на конкурсной основе. Но это совсем небольшая доля. Которые тоже в ближайшее время уже будут проведены конкурсы, как федеральные в первую очередь. Ну, и, соответственно, потом уже регион этот раздет. Бюджет носит социальную направленность. То есть, соответственно, большая часть расходов это социальная сфера, образование, культура. И здесь мы видим по всем направлениям увеличение выделяемых средств. Также хочу отметить, что ряд указов главы Чувашской республики реализуется. Это по укреплению материальной базы именно социальных и образовательных, и спортивных объектов. Здесь дополнительных средств в рамках одного указа выделяется порядка 3 миллиардов 400 миллионов рублей. И здесь, я как уже сказал, поступили средства в объекты образования, культуры. Соответственно, тоже будет дополнительная поддержка данных направлений. Также сейчас реализуется указ по дворовым территориям. Да, деньги сегодня пока в большей степени стоят в 2019 году. Но мы понимаем, концовка года, эти средства обязательно ввалиются в 2020 год. И тоже дополнительно будут улучшаться места проживания жителей Чувашской республики. То есть, будут ремонтироваться дворовые территории, проезды и иные объекты, связанные с местами проживания. Как я понимаю, работы на ближайшие годы предстоит очень много. Работа всегда есть. Главное, нужно любить свою работу. И я думаю, что все приложится. Спасибо большое за беседу, Иван Борисович. Удачного завершения года. Пожелаем правительству. Спасибо вам. Вам тоже хорошего наступающего года. Спасибо огромное. Это была программа «Правительственная связь». И напоминаю, что мы беседовали с нашим гостем, председателем Кабинета Министром Чуваши Иваном Борисовичем Матолином. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова